Сейчас в интернете появились разные движения, именно по этому стиху направленные против мессианских верующих, чтобы разрушать нашу веру в Иешуа. Это не против христиан, потому что в ортодоксальных еврейских кругах говорят, язычники или неевреи могут верить во что хочешь, хоть на голове стоять. Но это направлено конкретно против нас, против мессианских. Вот это же самое место, я хочу его разобрать и пояснить. Итак, написано. «Сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануэль». Кстати, я хотел вам рассказать формат этого пророчества, потому что не все понимают. Многие думают это пророчество, Исайя сказал конкретно о будущем рождении Иешуа. Это абсолютно не так. Ситуация происходила в дни Ахаза, когда Израиль был разделен на два царства. Какие были царства, кто помнит? Южное – это иудейское, а северное – это израильское царство. Иудейское всегда было более-менее праведным, а израильское мотало по дальним окраинам. То есть они то в язычество впадали и все такое. Короче говоря, была такая ситуация, когда иудейское царство конфликтовало с Израилем, и к этому конфликту присоединилась Народная Сирийская Республика. Шучу, конечно, но она и тогда была Сирией. И царь Израиля, и царь Сирии заключили военный союз. Мы сейчас все живем посреди всяких военных союзов. Против иуды. И Ахав просто впал в транс от страха. И он молился Богу, которого не очень-то признавал, потому что он был полуидолопоклонник сам. Но Бог миловал Иуду. И приходит пророк Исаия. Это седьмая глава Исаии про это говорит. И он заходит в зал, там, где сидел царь. Ну, царь сидел обычно на троне. Вокруг была всегда куча людей, советники, прислуга какая-то. Царь заходит, пророк заходит и говорит. Царь, послушай меня, не бойся их. Все будет нормально, у тебя есть время подготовиться. Царь говорит, да нет времени, нет времени. Они вдвоем заключили союз. Они купили, эти купили у американцев, эти у русских купили оружие. Они сейчас вмочат по нам. А Исаия ему говорит, не бойся, у тебя есть время. Не веришь, вот тебе знамение. И Исаия делает примерно такое движение. Он смотрит по залу и говорит. Вот дева. На иврите Алома. Молодая, молодая, обрученная мужу девушка. Она родит ребенка. И прежде чем младенец научится различать добро и зло, и прежде чем младенец не научится различать добро и зло, Израиль и Сирия на тебя не нападут. Что он говорит ему этими словами? Он ему говорит о датах, о годах. Каким образом? Алома, которая должна выйти замуж, обычно год ждали, обручились, и год ждали в те времена. Потом она вышла замуж, забеременела. И сколько берет времени, пока родится ребенок? Девять месяцев, ну скажем, еще один год. У нас есть два года. И он говорит, пока ребенок не научится различать добро и зло. Мы вот на бармицу выводим людей, детей в 12-13 лет. То есть вот тебе еще 12-13 лет. То есть он говорит ему, царь, послушай, у тебя есть примерно еще 14 лет приготовиться к потенциальной атаке этой военной группировки. И если ты будешь вести себя разумно перед Господом Богом и подготовишься правильно, все будет нормально, вы отобьете их всех. Это суть этого конфликта. Но в чем его проблематичность? В чем его проблематичность? Я вдруг смотрю в интернете некоторые русскоязычные ортодоксы, начинают наезжать и говоря, Мария, мать Ешуа, была блудница. Она вообще не девственница, потому что слово «алама» из Исаии переводится как «молодая женщина», которая уже могла пройти и Крым, и Рым. Вот так говорят. И вы знаете, что это называется? Взять пистолет и прострелить себе не одну ногу, а две ноги. Я объясню, почему с такой интерпретацией люди, говорящие так на Марию, стреляют себе в две ноги. Первое. Пророк Исаия сказал в 53 главе в 8 стихе «А его род кто изъяснит?» Помните такое высказывание? Это значит, что о его родословии люди будут спорить бесконечно. И здесь вот как бы, ну вот он как бы, это вопрос заведомо сложный. Поэтому есть разница между родословием, записанным в Матфея и в Луке. Но это возводит нас к другим родословиям, не менее проблематичным. К примеру, царь Давид. Помните такого царя? Великий царь Давид. Победа и гордость народа Израиля. Псалмопевец. В одном из псалмов он говорит такие слова. «А во грехах моих родила меня мать моя». Стандартное, не старое, а более модерное протестантское толкование этого места говорит, что когда он говорит, что во грехах моих родила мать и в своих родила мать моя, он говорит о том, что каждый человек имеет первородный грех. Но это совершенно не имеет никакого отношения к этому стиху. Про первородный грех и рождается ли ребенок грешным или негрешным, есть целая масса других споров. Это все относит нас к моменту рождения самого царя Давида. Помните историю, когда пришел Самуил, чтобы помазать Давида на царство? Помните? Он вначале пытается помазать его семь старших братьев, а про Давида как будто никто ничего не говорит. Там была какая-то темная история. И некоторые говорят, что там есть история, не сегодня я ее буду рассказывать, я ее уже рассказывал, захотите, потом в другой раз расскажу. Но история была такая, что даже в своей семье Давида считали мамзером. Мамзер – это незаконно рожденный. То есть типа мама его нагуляла его. Хотя есть другие раввинистические толкования, которые говорят, в конечном итоге она нагуляла его с его же настоящим отцом, просто они тогда были официально разведены. Но не имеет значения. Это не имеет значения. То есть проблема Рождества или рождения ребенка, его родословной, особенно в роде Давида, всегда по всем Танахе имеет большие проблемы. И когда Ешуа рождается, эти проблемы продолжают раскручивать. Исаия об этом сказал заранее. А род его кто изъяснит? Окей? Понятно вам, да? Но здесь второй выстрел в другую ногу. Почему Алама – это не молодая женщина, а это молодая девственница? Почему это является фактом, можно увидеть из очень простого текста. Если вы откроете 24 главу Бытия, то там есть история интересная. Авраам старше. У него сын Ицхак, и он его хочет хорошо женить. И он не может найти ему нормальную невесту среди девушек, которые живут в соседних с ним племенах. Все эти хананейцы преданы проклятию Ноаха. И там внутри развиваются ужасные грехи. И Авраам говорит своему рабу Элейзеру. Помните эту историю? «Пойди туда, в Харан, откуда я родом, и оттуда приведи мне девушку». Короче говоря, раб был в полном смущении. Опять-таки, еврейский паршанут, толкование говорят. Он был в полном смущении, потому что он искренне надеялся, что Авраам возьмет его дочку и отдаст за Ицхака. А тут, говорит, иди туда и там найди. Но раб подчинился. И будучи в смятении даже от этого проекта, с караваном чего-то идти куда-то непонятно куда идти, девчонку искать, рассказывает история. Он пришел с этим караваном туда, в Харан. И вот он стоит возле колодца и не знает, что делать. И он говорит, «Господи, пошли мне невесту для моего господина Ицхака». И, помните, это Ревека, водонапорная башня, она крепкая девчонка была. Некоторые паршануте говорят, что ей было три годика, когда он пришел туда. Это глупости. Она была крепкая молодая девушка, которая могла начерпать для всего каравана. Я сомневаюсь, что у нас здесь каждый мужик сможет начерпать для всего каравана водички из колодца. Потому что эта работа еще та, особенно зная, сколько верблюд пьет. Но текст говорит такие слова. 15 стих 24 главы Бытия. «Еще не перестал он говорить. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вефуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасно видом». В слове «девица» там написано в оригинале «бетула». Бетула – это девственница, девушка, которая не познала мужа. К стыду, я хочу сказать, не своему, а к стыду всего народа Израиля и к стыду всего христианского мира. Многие сегодня не сильно заботятся о чистоте и девственности своих детей перед браком. И мир вокруг нас располагает к этому, потому что маленькие, малолеткие, им все позволено, и распущенность в среде молодежи растет. И не дай Бог нам потворствовать этому, потому что Писание обещает благословение, когда наши дети сохраняют девственность до брака. В этом есть особенное мистическое благословение, про которое я сейчас не буду говорить. Но вот в этом тексте святые Писания говорят, она, девственница, вышла и налила ему воды. Потом она позвала его в дом. Помните эту историю, да? Это я сейчас считал 15 и 16 стих. А в 42 стихе этой же самой главы, когда она его уже завела в дом, а он еще в шоке от происходящего, потому что вот она, симпатичная девственница, красивая видом, здоровая, физически здоровая. Ну, эти все вещи он сложил вместе. Да кого мне еще искать для сына моего господина? Вот родословие, все есть. Бог ответил, я не ожидал. Я думал, я тут месяца буду мотаться по этому хорану. А здесь оно сразу вот пришел и на тебе. И его забрали в дом. И он говорит, слушайте, говорит, я сегодня пришел к источнику. Я читаю 42 стих. И сказал, Господи, Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, по-русски написано, а на иврите написано Алма. Алма, молодая девушка. Алма, которая выйдет почерпать, и которая, я скажу, дай мне ей пить немного, из кувшина твоего, она будет этой вот. То есть в одном стихе написано, она была Бетюла, а в другой, в этой же главе написано, была Алма. Знаете, есть простая логика, что в те дни были синонимы. Синонимы. Грех, его синонимом нарушения закона, или его синоним нарушения стандарта Божьего. Это все тоже грех. Тьма, это все тоже грех. Свет, плоды Духа, раб Господень. Это все синонимы, говорящие о добре. Вот текст говорит, она была Бетюла ве Алма. Она была Бетюла ве Алма. Позднее это слово Алма стали применять к обрученной девушке. Бетюле. И этот текст говорит, если мы вдруг, не дай Бог, допустим, что Мария была прошедшая Крым и Рым, то тогда Ирвека основательница еврейского народа. Вы понимаете меня? Куда мы можем зайти, если мы пользуемся таким методом интерпретацией? Я говорил о глобальных вещах сегодня, а потом сошел к элементарному толкованию Священного Писания. В заключении хочу сказать, когда случилось рождение в этот мир Сына Божьего, но по большей мере не имеет значения. Если бы это было важно, Писание бы указало точную дату. Знаете, есть точные даты. Писание использует метод точных дат. Допустим, про праздники Господни. Левит 23 глава. Посмотрите, там каждая дата очерчена конкретным днем. Были и есть разные события, которые, да, очерчиваются точностью, но почему-то, по какой-то премудрости, может, чтобы дать нам возможность спорить и пройти то, что называется ашхаза, обточиваться в эмоциях и стать более взвешенными, некоторые вещи не даются нам. Та же дата Рождества, Ешуа. Но факт, он абсолютно важен. Сын Божий пришел в этот мир, чтобы спасти мир и реализовать слова Господа Бога. Так возлюбил Бог мир. Я буду заканчивать. Прочитаю Лука, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Машиах, Адунейну. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Я хочу помолиться. Давайте встанемся. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Твое схождение в этот мир, в Сыне Твоем, Ешуа, есть спасение каждого из нас. Я молю Тебя, чтобы Ты утвердил нас в этом спасении. Амин. Ябарек лиха, одонай, ваишмириха. Яер, одонай, панавелиха, ваихониха. Иса, одонай, панавелиха. Виасем лиха шалом. Абину шебешамаем, тимала אותנו בשалом шалха. Благаславинас, инаполни, твое им мирам. Субтитры создавал DimaTorzok